Всем привет! Вы на канале Сё и Едейси. Мы с вами будем делать жареную картошку по просьбе подписчика. Аллигатор Сева. Он попросил меня показать, как приготовить хрустящую картошку, которая не разваливается и не прилипает друг к другу. Для того, чтобы приготовить такую картошку, нам понадобится холодная вода обязательно, сама картошка, масло подсолнечное и соль. Для начала картошка бывает как минимум двух видов. Это картошка для жарки и картошка для варки. Они отличаются кожурой. При покупке в магазинах там на пакетах или на ценниках написано, для чего нужна эта картошка. Вот эта картошечка для жарки мы сегодня будем пользоваться именно ей. Хотя из моего опыта, приготовления из этой картошки, картошка для варки подходит и для жарки, и для варки, и для запекания в духовке. В принципе, она универсальная. А вот картошка для жарки, только для жарки. Потому что варится она долго. Поэтому эту картошечку мы отложим в сторонку. И будем работать с картофелем для жарки. Холодная вода нам потребуется обязательно. Холодная вода нам нужна для того, чтобы промыть картошку, уже очищенную от крахмала, целую. А потом нам надо будет под проточной водой промыть уже нарезанную картошку. И я вам потом покажу осадок самого этого крахмала, который появляется в воде. Этот крахмал как раз и способствует тому, что картошка прилипает. И в дальнейшем она не поджаривается, а разваливается и превращается в такую мягенькую субстанцию. Так как крахмал при нагревании сворачивается, и на картошке образуется такой налетик мягенький, что в дальнейшем внутри картошкой получается как будто бы пюре. Ну давайте начнем жарить картошку. И начнем мы, наверное, с того, что ее надо будет почистить. Чистить картошку, конечно, лучше всего экономкой, но можно и ножом. Просто экономочка побыстрее будет это дело происходить. Поэтому будем пользоваться экономкой. Чищеную картошку кладем в холодную воду. У нас уже начнется выделение ненужного крахмала из нее. Как видите, я положил в воду, и вода немножечко побелела. Ну и плюс, пока что мы будем резать одну картошку. А если у вас, например, на большую семью надо будет картошки нажарить, то вода холодная не даст картошке почернеть. Резать я буду бруском. Также возникает иногда проблема, то что крахмал остается на ноже. Вот эта белая штука, это крахмал. И когда вы режете картошечку, ваш нож прилипает к картошке и плохо вытаскивается. Для этого просто окунаете нож также в водичку, и проблем никаких у вас уже с этим делом не будет. И режем дальше. Резанную картошку также сразу же скидываем в холодную воду, в эту, в которой у нас лежала картошка. А потом мы ее уже будем промывать под струей воды. Как я говорил, вот у нас начал крахмал выделяться. Как видите, на видео у нас беленькая такая пеночка. Это выделяется крахмал, смывается с поверхности картошки. Теперь нам надо будет нашу картошку просто промыть под струей холодной воды. Тем самым крахмал здесь из картошки выйдет с поверхности. И на следующий этап приготовления картошки для жарки, это ее надо обсушить. Так как, если вы кинете картошку в горящую сковородку с маслом, не обсушенную, вместе с водой, то у вас, во-первых, все начнет брызгать в разные стороны, что не очень приятно, можете обжечь себе руки. И, во-вторых, вода поспособствует быстрому остыванию масла из сковородки. И картошка у вас уже будет не жариться, а вариться. Поэтому картошечку надо обязательно обсушить. То есть выкидываем ее на полотенце, можете на одноразовое полотенце. Ну, у кого что есть, у меня одноразовых полотенец нет, поэтому я кидаю просто на простое полотенце. Также не забудьте сразу же включить сковородочку и налить туда масло. Масло не жалейте. Картошка впитает в себе нормальное масло, а остальное, что останется, всегда можно сцедить и вылить. Поэтому масло должно быть также нагрето очень хорошо, там 180-190 градусов приблизительно, где-то так. Поэтому пока что сушите картошечку. Спокойненько можете нагревать сковородку вместе с подсолнечным маслом. Вот обсушили картошку. Она, в принципе, уже без воды, суховатая. Ну и обратно ее в миску, чтобы удобно было скидывать. Ну и закидываем теперь нашу картошку. Вот видите, у нее умеренное шипение, потому что картошка была обсушена и на ней не было воды. Вот если туда добавить сейчас чуть-чуть водички, то начнет очень сильно шипеть. Ну и масло само собой будет брызгать. Так как попадание воды в масло, масло начинает выталкивать в воду, и из-за этого происходят такие маленькие взрывчики. Ну и жарим картошку. Особо ее не трогаем постоянно, не мешаем. Для начала нам ее надо как бы прожарить, обжарить как следует. Периодически, конечно же, картошку надо помешивать, чтобы она обжаривалась как можно, ну, чаще с других сторон, но не постоянно. Так вот дайте ей время для того, чтобы она немножечко прижарилась. После того, как картошечка у нас уже начала подрумяниваться, то есть такая золотистая становится, уже ее надо будет помешивать почаще, для того, чтобы она у нас не пригорала. Ну и теперь пришло время нам посолить картошку. В самом начале солить картошку не надо, ее надо солить уже, когда она практически готова. Так она в себя берет лучше соль и будет соленая. Если вы посолите ее в самом начале, то соль вашу просто съест маслом. И картошка у вас соленой не будет. Солим картошечку и перемешиваем ее тщательно. Видите, она у нас уже подрумянилась. Картошечка наша готова. Давайте выложим ее на тарелочку и будем пробовать. Как видите, картошечка была рассыпчатой, не склеенная, поджаристая, с корочкой, как вы просили. Ну вот, картошечку мы приготовили. Основные принципы приготовления картошки – это почистить ее, порезать. Обязательно промыть проточник холодной водой, для того, чтобы удалить с нее крахмал картофельный лишний, который будет нам в дальнейшем мешать при жарке картофеля. Обязательно накалить сковородку вместе с подсолнечным маслом и просушить картошку от лишней воды, для того, чтобы не обжечь руки и не загалить всю кухню маслом. И у нас получится вот такая вот великолепная картошечка, рассыпчатая, поджаристая, и внутри она мягенькая. Время приготовления такой картошки, нарезанной вот таким вот толстым бруском, приблизительно 15-18 минут. Если ее резать меньше, тоньше, то, само собой, время приготовления будет уменьшаться. Картошечка очень вкусная, мягенькая и с корочкой. И последнее условие приготовления картошки – солить ее надо практически в самом конце. Так как вначале, если вы посолите, ваша соль съест масло. Ну, вот, в принципе, все принципы я вам рассказал. Надеюсь, у тебя аллигатор теперь будет получаться вкусная, хрустящая картошечка. И ты мне поставишь лайк. Если остальные подписывайтесь на канал, кто не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А мы с вами увидимся в следующем выпуске. До новых встреч!